что изменилось можно микрофон пусть расскажет чуть а задавай вопрос сейчас подойдем к вам скажи уже это мама как от этого избавиться никак вы оттуда не избавитесь вы можете сами уйти цинично и вас все возненавидят и мама перестанет с тобой общаться и но вообще с вашей семьей ну тогда никак смотрите вот это мама которая диктует свои правила чужих семьях это та мать которая хочет все контролировать и живет вашу жизнь за вас за вас при этом это глубоко несчастный человек чаще всего да и при этом она делает своих детей такими же ко мне как-то приходил мужчина у которого мама умерла ему 65 у него как будто почву из-под ног выбили он никакой вообще никакой и с вами произойдет примерно то же самое когда ее не станет вы все ее тихо ненавидите но когда я не станет вам будет дико не хватать и вы будете ей все не вспоминать но вы друг друга сдерживайте в развитии смотрите есть люди которые вот обеспечивают своих родителей которые есть люди которые родители обеспечивают своих детей когда они уже взрослые да это вот у осипова петра мне понравилась фраза я очень сильно честно этот она прям въелась мне в мозг каждый раз когда ты проявляешься по отношению к своим родственникам друзьям или братьям и сестрам так как родитель как папа или мама ты прибиваешь свой финансовый результат к полу если хотите развиваться если хотите это отрывайтесь от своих родителей и перестаньте в как бы сверху вниз кого-то содержать содержание других людей это тоже по отчасти проявление эго я понимаю что традиционно как бы у нас положено но есть какие-то вещи но вообще лучше отдаляйтесь есть несколько на самом деле нет это другое сейчас объясню есть сейчас смотри есть родители которые вот знаете ко мне приходит девочка дает вот у мои родители такие старенькие я им помогаю выплачивать кредит я тебе сколько лет 22 папе с мамой сколько 43 и она платит кредит родителей сама то есть я родителям но у меня я может быть и раньше помог да ну смысле сильно но у меня возможности появились позже но и родители можно содержать помогать им тогда когда они поставили на себе социальный крест то есть когда они как мы пенсионеры работать больше не хотим но явно на пенсии они не выживут и ты даешь им столько чтобы жить более-менее нормально мое личное наблюдение нельзя давать больше чем им надо знаете почему вы начнете помогать через маму своим родственникам она начнет раздавать любой человек который по по которому попадают деньги больше чем он может воспринять он раздает понимаете и и и и все и но если ты раздаешь свои деньги и ты не получаешь от этого удовольствия твой внутренний ребенок говорит зачем мне работать если мы все равно отдаем ей я мне мы ничего не покупаем для чего и оттуда хроническая усталость оттуда нет цели оттуда зачем мне это надо оттуда просто лень оттуда же я не умею мечтать то есть но вот потому что для чего все равно ничего не сбудется сколько бы я не прилагал усилий ничего мы все равно мне не покупаем мое глубокое убеждение того что вот нищету и себя нужно выдавливать да потому что мы очень долго не жили хорошо и если честно вот сейчас наверное такой период когда мы стали жить немножко лучше да и и всегда был голод и мы всегда боролись за выживание то война то там еще что-то ну вот потом девяностые там развалилась нам жрать нечего было да и это сейчас мы говорим об успехе это сегодня мы там пытаемся там говорить родители там что у меня там случилось и когда приходят ко мне вот сейчас молодежь которым там по 19 по 20 лет я думаю господи какие у вас проблемы он не может выбрать вуз да ему оплачивать любой вуз в мире и он не знает где ему учиться я да то есть и и наши проблемы они разные и и запросы разные но из-за того что у нас вот эта нищета на как вздел въелась в наше сознание да и эту нищету нужно потихоньку из себя выдавливать и это очень тяжело это всегда очень сложно и кажется дорого потому что нужно привать привыкать хорошим вещам нужно привыкать хорошим путешествием нужно привыкать не считать там на кассе деньги да нужно быть то есть ну нужно привыкать к очень многие многие вещам которые мы были не способны и первое время это всегда гипертрофировано сначала это слишком вульгарно вычурно не модно да и плевать просто вот ну вот все наелся потом появится стиль наймешь стилиста там чего-то но вначале ты начинаешь себе просто то что ты вот голодал ты начинаешь себе себя это напихивать оттуда идут дорогие машины оттуда идут дорогая одежда оттуда идут дорогие там не за аксессуары какие-то сначала нам нужно наестся и вот это есть принятие те люди кто хотят кто хочет свой финансовый потолок это чуть-чуть сдвинуть да это очень часто объясняю но это нужно самого человека всегда ковырять то есть на что тебе жалко денег что-то себе не позволял сам пошел очень ты ты можешь себе позволять нам допустим дорогую одежду но на нижнем биле ты можешь себе сэкономить допустим я вообще не знаю что с нижним бельем уже чуть столько тараканов если честно вот девочкам честно всем вот просто дорогие трусы купите доллара за 200 хотя бы за 300 и и ну вот и носите цинично то есть это ну вот мы будем то есть ты будешь потихоньку где-то привыкать да тебя будет ну как бы как сказать ты будешь привыкать и да вот себя немножко баловать вот смотрите ты зарабатывал допустим вот здесь я не буду говорить цифры потому что цифра у всех разная ты зарабатывал вот тут хочу вот здесь да там допустим в десять раз больше ты должен из этого состояния вытащить вот отсюда какой-то артефакт и принести его сюда это то что вот у тебя у меня все устраивает я нормально зарабатываю но хотелось бы развиваться и такая ну что делать да но в принципе зачем таким людям если ты понимаешь что ты уже стагнируешь уже там в год-два там и ничего не происходит ты берешь идешь вот сюда вверх находишь вещь которая очень капец какая-то ну вот для тебя неприемлемая у нее должна быть цена за гранью добра и зла у тебя не должно на в мост просто поместиться ты покупаешь и приносишь ее вот сюда и все твое бытие летит в тартары потому что она перестает тебя устраивать та ситуация в которой ты сейчас оказываешься тебя перестает устраивать ты начинаешь ставиться сюда но если тебя все устраивает здесь никогда отсюда не вылезешь никакого смысла не будет крутить педали чтобы вылезть туда повыше и каждый свой потолок останавливается ну как бы сам и у каждого это потолок вот и если ты думаешь что следующий потолок легче пробивать каждый потолок пробивать ну сложнее потому что категория цифр совершенно другая ты можешь заработать только ту сумму которая у тебя есть в голове если этой суммы нет в голове у тебя не будет ее в реале никогда ты должен их видеть и ощущать сегодня будет упражнение когда мы будем вот это вот видение там через двадцать лет то я такой это очень популярный этот все не сделаем но ты должен увидеть эти деньги ты должен увидеть этот быт вы должны увидеть этого молодого человека с которым вы хотите прожить всю жизнь вы должны его представлять вы должны эти деньги как тебя хотя бы увидите или почувствовать и поэтому таким образом ты потихоньку приходишь тому что вот что что тебе этого хочется и я хочу я готов на это потратить еще там своих там сколько-то усилий и жизни и тогда мы к этому растем некоторые люди вот достигатора не фигачат на они зарабатывают они еще еще им это знакомо они это могут но достигаторами я бы рекомендовал обратить внимание на отношения с детьми на отношения с мужем под что у вас там пробел те кто там вот весь в эмпатии весь в детях обратите внимание на бизнес у вас там проблемы большие и люди когда приходят как у меня вот проблема в семье я бы хотел быть более любящим иди работаю уже хватит все хватит а люди которые где-то я хочу больше зарабатывать им скорее всего нужно обратить внимание на семью просто обратите внимание на 7 у тебя здесь тоже потому что она одно за другим она вытягивает как только ты начнешь прокачивать область семьи у тебя появится тоже пойдут деньги если у тебя там пробел если у тебя проблемы в деньгах начни прокачивать деньги у тебя в семье начнутся лучшие отношения были до этого с женщиной точно то есть когда ты не зарабатываешь у тебя плохие отношения с женой когда ты зарабатываешь тебя хорошие так всегда было и мне кажется это всегда будет потому что основная функция мужчины как бы безопасность финансовая такая физическая любая перестаньте им помогать это знаете вот мем не мем хотел бы ходила видео по ю тубе в фейсбуке было где медведица учила медвежонка закрабкаться помните и он уже почти дорос она его тут он вниз потом он опять ползет ползет она его опять туда вот так нужно просто бросить говори сейчас не имеет правая рука ничего страшного душе глубже смотрите у кого не имеет право давайте я чуть расскажу психосоматику то что сейчас происходит с некоторыми правая сторона это то что связано с мужчинами и с проявлением в социуме рука это не я не принимаю то что я делаю с мужчинами это за счет самоутверждаешься поэтому она болит спите это энергией это ну наполняйтесь здесь очень много энергии часы в общем берите если хотите спать спите ничего страшного нету сейчас мы дойдем левая сторона это все что связано с женщинами и с тобой как с женщиной если ты мужчина то просто с женщинами связано твои взаимоотношения левая нога не хочу идти с женщиной правая не хочу идти с мужчиной левая рука не принимает то что я делаю с женщинами правую мужчины все и глаза это нежелание видеть руки не уши нежелание слышать ну и тогда зубы это это право поесть это вот когда ты сомневаешься что выживешь она короче заработки когда начинаешь сомневаться начинать десна кровоточить ну вот это пупок не ты неси маткой подожди такая вот отсюда вот 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 так да область живота вот здесь это это тогда этот человек живет за счет усилий воли у мужчин видели бывает пресс прям живот такого как это твердый такой это это тогда когда я иду я не хочу я все равно иду это тогда когда ну не нравится а мне надо и вот мужчины они через надо идут легче женщина через надо может тоже но вам сложнее у вас цена и за это дороже потому что это не ваша основная функция матка это матка это там где все ваши женские обиды на мужчин и на женщин все вместе но в основном на мужчин там и матка очень многих она знаете спазмирована она не пульсирует кто помнит помните в детстве вложили на живот руку и он тук 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 вот так делал потом ты когда взрослешь пропадает это тогда когда замыкается здесь и вот это это как бы энергия которая вот жизни и мы потихоньку с возрастом блокируем на самом деле вот этот пульсация должна быть постоянно у меня появилась года два или три опять слава богу надышал я себе пупок чего сам вам советую поясница в основном это это агрессия это ну это короче это перекрытие сексуальных и и финансов секс и деньги короче это вот поясница и это всегда или нехватка или избыток много денег поясницу ломит мало денег тоже ломит поясницу денег должно быть в достатке а воздуха не хватает это подождите это мы сейчас вы будете этот там вот салфетки все к вам уже это все готово подождите подождите вы так не этот мы сейчас всего человека разберем вы только потерпите потому что мы сейчас будем прыгать и от одного другого смотрите грудной отдел со спины спина болит грудного отдела это перекладывание ответственности себя на кого-то это подавленное лидерство это тогда когда такие знаете люди говорят вот и как это я хотела выйти за него замуж а он против короче да вот ну вот что то вроде я хотела быть счастливой с ним а он короче отказался и или вот или там он должен меня устроить на работу а не устраивает там ну вот и вот такой перенос это вот в грудной отдел сюда здесь это вот у помогаторов вот этих вот тут все это те кто спасатели это это чужих когда ты тащишь чужие проблемы на себе много тачишь когда это вот болит вот шея и вот сам атлант где вот прям затылок это когда ты контролируешь всех и все это гиперконтроль и поэтому болит затылок ну и короче спазмируется истерики вы наверное видели я вот здесь вот продавливал да там вот здесь чуть-чуть этот это тогда когда знаешь это эти а истерики которые ты не до прожил ты поистилил яму города здесь замкнулись и вот здесь же если область радости вот в весе у кого google slow есть не правая височная доля это отсутствие радости с мужчиной или как у мужчины и и левая сторона это отсутствие радости как у женщины или и женщины и вот вот эти виски лометball вот это Отсутствие радости. И каждый раз, когда болят виски, просто порадуйся. Возьми, потанцуй, попрыгай. Просимулируй радость, и она появится. Ком в горле. У кого ком в горле у людей, у них это бывает недосказанности, недоговоренности какие-то. Что-то ты недосказала, что-то ты... В основном, я договариваю, это обиды. То есть это всё вот тут. И у кого щитовидка, зоб или что-то, это подавленное творчество. То есть там есть несколько причин на самом деле. Подавленное творчество – это щитовидка, зоб. Этот человек очень творческий, но всё его творчество они рисуют и прячут под кровать. Никто не видит. Они стесняются вытащить и показать. Или девочка, или мужчина, он поёт, но он не поёт ни в коробке, нигде, ни на свадьбах. Никто не слышал. Вот он, вот тут всё. Это же вот чужие проблемы на себе несёшь. Есть вот правое плечо у кого-то ниже. Многие девочки говорят, что я просто на правом плече сумку ношу. Это, знаете, мне одна девочка пришла, есть стоматолог, сказал, что у неё челюсть вот так туда. Ну вот бывает, что вот так челюсть? Из-за того, что она спала вот так. Это вот сумка. Сумка – это вот с той же серии, да? То есть ты не можешь носить сумку на плече, чтобы у тебя плечо стало вот так. Спина – это первый звоночек психосоматический такой. Это самое безобидное, что может с тобой случиться. Спина. Но сразу больно и понятно. И у некоторых спина болит, знаете, когда? Когда они хотят отдохнуть. Есть люди, которые не умеют отдыхать, им надо заболеть, чтобы не работать. Это началось, знаете, когда со школы, помните? Не хочу в школу. А вырастаешь, не прокатывает, спина болит. Есть люди, которые болеют специально. Когда они чего-то не хотят делать. И это вот, честно, это настолько перенос ответственности. Это просто нужно встать и сказать, я не хочу работать. Я сегодня отдыхаю. Сядь и отдохни. Кто тебе мешает. Но им нужно всегда оправдание.